Почему я вышел сюда? Внешнюю политику по Конституции определяет президент. И, естественно, министр иностранных дел, поэтому никаких претензий к дипломатам у нас нету. С самым большим уважением ко всему, так сказать, ко всем нашим дипломатам здесь и за рубежом. В парламенте есть партия, которая считает себя проправительной, мы это знаем. Она тоже должна следовать тому курсу, который определяет правительство, поскольку правительство утверждает президент. Это единая команда. Но в парламенте есть другие партии, которые могут иметь свою позицию и точку зрения. И вот когда другие партии занимают эту ошибочную линию просто так, на всякий случай, вот это вот как раз имеет, к сожалению, иногда трагические последствия для истории страны. Здесь вот мы артифицировали договор о дружбе в 98-м году. Все за, кроме ЛДПР. Ну вот прошло уже, так сказать, 17 лет, 16 лет. Ну и где-то дружба. Сколько русских убито. Не просто дружить, а убито. Деморализованно. Заставили замолчать. Заставили забывать русский язык. То есть хуже, чем фашистская Германия. Немцы не трогали русский язык. Не трогали русскую церковь. Православную. Так я прошу позиции ЛДПР. Забудьте этот термин. Дружба народов. Нигде в мире этого нет. Не в Латинской Америке, где у всех испанский язык, и все они были индийские племена. Где-то еще есть родственные и близкие народы. Но это понятие ввели нам, по-моему, не большевики уже, а где-то при Брежневе. Дружба народов. Ну как народы могут дружить? А самое главное, последствия. Но не только этот договор, а Харьковское соглашение. Опять вы все голосуете за. Я с этой трибуны говорю. Бесполезно. Я понимаю, нужно артифицировать МИДу, партии большинства, президенту, правительству. Но зачем оппозиционные партии голосуют? Они голосуют, потому что они ничего не разбираются в делах Украины. Все. И тоже. А сейчас все отменяете. Как это называется? Игра в детские игрушки. А, изменилось, давай опять отменим. Ну, а что же вы тогда голосовали за? Когда голосовали за, ничего не поняли. Когда голосуют против, ничего не понимают. А у ЛДПР конкретная позиция. Надо знать страну, историю, своих соседей. Потому что все дела решаются в международных отношениях. Ни один чих внутри страны не обусловлен внутренними причинами. Все дирижируется в масштабах всей планеты, особенно в отношении нашей страны. Только из-за географического положения. Никому не нужна Монголия или ЮАР, или Чили и так далее. А пока мы в центре планеты, мы будем постоянно в зоне риска. Надо же понимать, хотя Украина самый действительно близкий народ. Славяне и в основном православные. Но за 20 лет их так перевернули, что молодежь Западной Украины на улицах Киева призывает нас с вами посадить на ножи. Москали на ножи. Москали мы с вами. Презрительное, оскорбительное название. Или Кацап, или Москали. И вот, пожалуйста, вот дружба народов. За 20 лет из них вы сделали расистов, нацистов, так сказать. Полная такая сверхмеры русофобия. Ни у одной страны мира сейчас нет таких антирусских настроений. Ни у одной. Мы разгромили фашистскую Германию, и немцы нас любят, уважают. Относятся к нашим памятникам как надо. Все страны мира. Японцы нас уважают. Ну все, все, все. Арабы, мусульманский мир. Самая большая степень ненависти к нам, к нашей культуре, православию, сегодня на Украине, у части населения. Основная масса не реагирует. Но смогли сделать? Так вопрос. Чем занималась наша организация Россотрудничества? Это уже МИД. Чем занимались наши депутаты? Как они работали с украинскими депутатами? Вот сейчас Совет Европы начнется через неделю. Сколько уже было этих парламентских сессий там? Ну работали мы там с украинскими депутатами? Нет, все бегают по западным. Все туда куда-нибудь. Только с Украины нужно было работать все эти годы, пока мы вошли вместе в Совет Европы. То же самое парламентская ассамблея НАТО, ОБСЕ, ПАЧЕС. Ну все международные парламентские встречи, нужно работать было только с Украиной, с Украиной. А рабочие из Западной Украины, кто-нибудь с ними работает у нас? Это ФМС. Чем они занимаются? Репрессивный орган. А Минтруда чем занимается? Тоже эти вопросы далеки. Нужно было работать с миллионами рабочих из Западной Украины. И сегодня они были бы нейтральны хотя бы. А мы бы даже симпатизировали. Мы бы даже хотели бы как Крым, как Донбасс, как Харьков. То есть вот отсутствие правильной работы с населением и с элитой соседней страны приводит к тому, что мы заключаем договор о дружбе, расторгаем. Еще договор о Черномовском флоте, расторгаем. Это происходит после войны, подобного рода расторжения. А войны же не было, зачем заключали? И нельзя к власти приводить малограмотных людей. Именно Верховный Совет СССР, где были в основном коммунисты, сделал Ельцина председателем Верховного Совета. А потом сделал президентом. Они, коммунисты Российской Федерации. Это их заговор против России сегодня. Если бы не было большевистского восстания, не было бы сегодня Майдана. Были бы губернии. И никаких вообще антирусских настроений. И вот все это революция последствий. Вы понимаете, что 97 лет назад произошло это страшное событие. И еще 50 лет будем расслегивать. 50 лет. Ленинская идея создать СССР и Всемирная Советская Республика получили. Всемирную ненависть к русскому народу получили. Потому что уничтожали русских. И на Украине их сегодня уничтожают. Потому что русские. И русские боятся выйти на улицу. Потому что по-русски говорить боятся. Это Ленин жив еще, Сталин жив, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин. Они не умерли, они живы. На улицах всех украинских городов. И выборы победит русофоб. Никто не победит даже сейчас. Сторонник России. И будут на нас клеветать. На нас упрекать во всем. Спасибо. Татьяна Николаевна Скалькова. Спасибо.